Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 7 часов 29 минут, 27.07.2016 года. Несколько часов ушло на монтаж, а на запись всего лишь ушло минут 10-12. С Олегом мы предпринимали попытки донести информацию максимально качественно. В итоге запись несколько раз погибала, восстанавливалась. Я понимаю, что картинка будет подана не совсем удачно, но здесь уже надо, дорогие уважаемые слушатели и зрители, включить образное мышление. Мои-то ролики особо картинками и не блещут, в основном это, так сказать, нагрузка идет на уши, что в принципе более правильно, потому что иногда картинка отвлекает от того, чтобы можно было сосредоточиться. А иногда картинка наоборот помогает, дополняет, то есть невозможно без картинки объяснить те или иные моменты. Картинка за 2-3 секунды может показать то, что нужно объяснять в течение 2-3 часов. Работа, которую вы дальше увидите, появилась опять же с точки зрения визуальной подачи не совсем удачно. Ролик мы с Олегом, скорее всего, будем перезаписывать, поэтому кто услышит опять такой же ролик с такой же информацией, не волнуйтесь. Мы в следующем ролике постараемся более качественно, наверное, подать той информацией, которую вы увидите сейчас. Ну, в принципе, и здесь Олежка молодец, он настолько все грамотно изучил, там, гору, которую он будет упоминать. Это, кстати, та гора, которая вот в середине наших 300-39 земель находится. Она, если я не ошибаюсь, и в скандинавских легендах упоминается, и в индусских, и в ряде других легенд. Это гора, которая находится в центре 300. Ну что, поехали. Так, скажи, Олег, что там люди у нас спорят? Есть же люди, теория плоской земли, плосковики. У нас есть еще теория круглой земли, да? Есть кругляки, есть полой земли. Ну, фантазии хорошо, только вот сотовый мир полностью вбирает в себя все эти вышеперечисленные аспекты. Расширяет их и дополняет. Вот, я объясню, почему идут споры. Хорошо, они говорят, вот люди говорят, хорошо, земля плоская. Объясните мне, пожалуйста, почему, мол, я на горизонте не вижу, когда вот этот макет, который ты с интернета скачал, да? Где вращается солнце вокруг земли, что она круглая, наша земля плоская. И за ней летит, короче, эта самая луна, да? То почему же я ее, мол, не вижу, если она, мол, плоская? Солнце, почему я не вижу? Вот. Вот, на самом деле, она просто совсем по-другому крутится. Вот, как ты уже понял. Вот, давай, снимай. Начинаем. Вот, ты же поясни, что это вид сверху. И потом поясни, что она, вот эта пирамида на 45 градусов приподнята, понял? Вот это расстояние, да, вот это расстояние, если мы здесь вот в углу, внизу, да, находимся. Вот это получается юг, вот это вот, каждый юг, юги, юги, это все. Вот смотри. Солнце, солнце, и выходит отсюда, с востока. И вот оно как двигается. Вот оно пошло, 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 и в центр земли оно вот коснулось. Вот, и дальше пошло, 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 пошло. И вот оно за горизонт сюда и провалилось, и вышло на другую ячейку, другой земли. Вот, и там точно так же, как вот здесь, вот здесь вот, она вот идет, вот восход. Вот, и вот этот восход дальше пошло, 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 пошло оно. Вот оно пошло, пошло, кругом, кругом пошло, 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 в центр зашло. Вот, дошло до центра. И опять пошло-пошло-пошло-пошло-пошло И провалилось вот сюда И опять, и тут точно так же Вот так вот зашло Раз и вот сюда вот раз и провалилось А когда Это я вам продемонстрировал Как летом оно ходит А зимой оно немножко Вот сюда вот дальше уходит Оно идет, окружность больше Сюда вот идет, подальше А когда оно вот так вот идет То оно сюда не попадает эти лучи Они как бы скользят И тут происходит холодно Вот эта часть она холодная Южная Вот почему У нас на планете Происходит зима Вот видите например это солнце Вот оно пошло вот так вот Сюда она удалилась И она уже не идет сюда к центру Она уже идет вот сюда вот так вот И пошло 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 Она уже не идет сюда ближе Она идет дальше И так же здесь она уже подальше Это зима Вот так она вращается Не буду уже показывать эти вот Изгибы как она идет Я покажу вам потом фотографию И вот она идет идет сюда вот И уходит Это зимой она вот так вот ходит Извините что перебиваю Вот давай может зрителям за 3-9 земель объясним Это же как раз 3-9 Да это 3-3 земли А 3-9 земель Это значит короче уйти Уйти дальше за эти земли Это так просто образно говоря Уйти за эти земли Вот же мы видим еще 3 земли Вот еще 3 земли Вот еще 3 земли Вот еще 3 земли И вот еще 3 земли То есть еще Еще 6 таких же земель как эти То есть уже окружают нас еще земли Вот что такое И таких земель Вот таких вот Это самое Таких как гор Вот этих вот Это как горы под 45 градусов Вот эти горы 45 градусные По моим подсчетам Я вот точно не буду утверждать Что это факт Или это истина По моим подсчетам Как я вот Подсчитал Что таких вот В одной соте Вот в такой вот соте Вот они тоже находятся В этой соте И таких вот их 127 Вот таких вот сот По 3 ячейки Вот А всего я насчитал 666 Вот таких огромных ячеек Где По 381 Одной Вот такой вот соте Вот Вот если были бы математики Они бы Подсчитали бы Получается круг Размеры тогда приводил цифры Когда ты говорил Да, да, да Что умножая Получается что 127 Получается 127 Вот таких вот Вот таких вот сот По 3 земли Это получается 381 Ячейка В 127 Вот таких сотах А таких сот Получается 600 То это можно Быстро взять Канкулятор И посчитать 127 Умножить на 666 Получается 84582 Потом 84582 Умножаем на 3 Получается 25000 253746 И вот Можно проверочно Разделить На 381 Получается 666 Вот А луны Луны Вращаются Вот так Вот так Вращаются Она вот Тормозится Здесь Ты слушаешь Вот смотри Луны Луны ходят Луна ходит Она одна Она ходит Вот так Примерно Вот так Вот так Ходит По Нашей ячейке Она не ходит Вокруг Трех ячеек Как солнце Она ходит Вокруг Одной Вот этой Половины Вот она Вот здесь Вот так Вот ходит Вот так Вот так Она раз Замерла Потом Пошла Олег Ну я бы хотел От себя Дополнить Что вот этот Эффект Когда два Солнца В небе Связанный С тем Что Одно Солнце Одно Солнце Ты просто Видишь Вот здесь Например Вот здесь И вот Когда оно Проходит Вот здесь Вот здесь Проходит Например На западе И тут Следующее Идет В эту Сторону Вот Все Вращается Они ходят По часовой Стрелке Солнце Вот Они все Ходят По часовой Стрелке И вообще Такая Такая Вот версия Что На земле Когда-то Было По На каждой Ячейки Своё Солнце И они Вращались Постоянно И постоянно Был день Ночи Не было Постоянно День Был Такая Вот версия Постоянно Было Лето Постоянно Было Жарко Постоянно Был день Ночи Не было Вот А люди Спали Днем Когда Очень Сильно Жарко Вот Отдыхали И То есть Были Были Только Вечера Были Вечера Были Утры Вот А Были Были Дни День Был А вот Таких Вот Ночей Не было Прямо Что было Темно Везде Было Всегда Светло Это моё Личное Мнение Я не знаю Как было И выходили Три Солнце Ходили Вот И На Каждой Ячейкой Своя Луна Ходила Здесь Луна Здесь Луна То есть Как Вот Говорят Что Было Раньше Три Луны То есть На На Вот Могу дополнить Солнце Как лампочка Иногда Воруют В другие Соты Потом Могу Дополнить Что Дня Постоянно Не было Хоть Солнце Было В ячейке Был День И ночь За счет Того Что Те Солнца Имели Свойства То Ярче Светить То Как бы Засыпали Вот Да И хочу Такой Еще Эффект Вот Такой Спорный Вопрос Что Почему Это Самое Когда Светит Солнце На Землю Да Вот Например Днем Где-то В 11 12 В час Дня В 2 Часа Дня То Почему Почему Луна Луна Это Самое На Нее Тень Тень Получается Как-то Наискосок То Почему Так Происходит Вот Говорят Потому Что 45 Градусов На Наша Ячейка 45 Градусов На Горе И Такой Вот Эффект Получается Это Надо Еще Это Надо Объяснять Это Надо Как-то Показывать Снять Вот Есть Такой Рисунок Даже Ты Можешь Даже Этот Рисунок Вести Где Вот Эти Кругляшки Я Тебе Показывал То Есть Там Такая Версия Идет Что Получается Что Раньше Было Три Солнца И Они Вращались Вокруг Всех Этих Трех Земель Вот И Получается В каждой Земле Тоже Вращались По Три Луны Вот Что Было Три Луны Может Или В каждой По Одной Луне Вращалась Понимаешь А может Когда-то В древности Три Луны Вращалась В каждой В каждой Ячеечке Вот Как оно Было На самом Дель А что Не записалось Не получилось Да Ничего Страшного Подготовимся И еще Напишем Что Все Получилось Все Записалось Ну Немножко Не так Как бы Хотелось Но В любом Случае Основная Часть Информации Донесена Естественно Надо Ее Корректировать Потому Что Когда идет Приставка Если Возможно То Трудно Нам Реагировать Мы Почему-то Привыкли Либо Белое Либо Черное Эта Информация Дается Для того Чтобы Запустить Работу Мозга Подключаться Самостоятельно К информационному Полю Уверен Что После этого Ролика Появится Еще больше Исследователей Которые Скажем так Выведут Услышанное На более Удобно Рамки Формы Восприятия И Приятия А с вами был Вячеслав Котляров Спасибо большое Что Слушаете Меня Слышали Меня Всего Доброго До Новых Встреч Слышали 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 Слышали